Всем добрый день! Ну вот и я. Здравствуйте всем! Наверное, многие поняли по моим небольшим видеозарисовкам, что я в отпуске, я в Анапе. На данный момент я в Суко. Я сюда приехала, чтобы посмотреть на Кипарисовое озеро. Ну, сначала я хочу вам показать, тут стоят два памятника, вернее памятника, обелиск. Вот, а потом мы с вами пойдем к озеру, и я с вами поделюсь, почему я приехала сюда, почему я сегодня не в Анапе, не гуляю по Анапе. Так что давайте совершим вместе эту проломку. Так, вот там стоит обелиск, а здесь памятник. Сейчас мы посмотрим, кому это памятник. Сегодня очень ветреный день, и солнечно-жаркий. Михаил Трелович Лорис Медиков. Сейчас я подойду поближе. Выдающийся российский военно-начальник и государственный деятель. Граф, генерал-губернатор, министр внутренних дел Российской империи. 1824-1888. Как бы вам показать, чтобы было видно, потому что солнце сегодня очень яркое. Так, и пойдемте вон туда, к тому обелиску подойдем. Раз уж приехали сюда. На самом деле это выглядит вот так вот это. Вот поселок, я так понимаю. Но пока ехали на автобусе, там есть, конечно, и всякие дома отдыха такие, прям хорошие, такие, ну скажем так, комфортабельные. Так, братская могила советских воинов и мирных жителей, погибших в боях и казненных фашистскими захватчиками в 1942-1943 год. Охраняется государством, естественно. Посмотрим, там сбоку перечислены фамилии погибших. Вообще Анапа, я немножко вам скажу про Анапу, вообще такой город воинской славы. Очень много сгверов, памятников посвящены не только Великой Отечественной, но и Ключенской войне, и Афганской войне. Вот такой вот памятник, вернее, это обелиска. Так, ну пойдемте теперь, нам нужно спуститься вниз, здесь пешком идти, вроде бы как написано, что недалеко. Вот, сейчас я дорогу перейду, и мы с вами пока идем, болтаем. Ну вот так выглядит поселок. Да, понимаете, да, они лучшим образом, правда, здесь вот такие стоят гипарисы. Ну что я могу вам сказать? Ну, во-первых, я скажу вам, почему я... Тротуаров нет, сами видите, машины, тротуаров нет. Почему я до этого выкладывала на свой канал только небольшие зарисовки по Анапе, скажу. Потому что, когда я приехала, я два дня, вот сегодня третий день здесь, я приехала всего на недельку. Так, пришлось прерваться, то есть тут какой-то как раз все машины тут поехали. Приехала всего на неделю, два дня. И вы знаете, я когда приехала, как вам сказать, я была немножко в смятении. Нет, я не расстроилась, отдыхать не работает, сами понимаете. Да, ну, я была в каком-то смятении, потому что, ну, я ожидала немножко другого, скажем так. Собакин бегает. Так, мне до Кипарисового озера километр двести. Ну что ж, пойдемте гулять. Я думала, здесь хоть кто-то есть, никого здесь нет, только машины. Речка Суко. Ой, остается только вздыхать. Да, закончила на чем? Я была в небольшом смятении, потому что я, ну, ожидала, я, конечно, не ожидала, что будет прям вау в Анапе, но я ожидала все равно немножко другого, скажем так. Народу много, очень много с детьми. Ну, слава богу, погода хорошая. Вот, но, как вам сказать, ну, для меня, по крайней мере, сервиса не хватает. Конечно, у всех разные потребности. Я думала, что, ну, погуляю по городу и плюс еще какие-то экскурсии, но нет. Вы знаете, несмотря на то, что погода хорошая, ну, казалось бы, курортный сезон еще не начался, но все равно людей много, каникулы, вот, но экскурсий вообще никаких. Не, может быть, где-то есть, но вот где я ходила, по центру стоят вот эти палаточки, которые предлагают экскурсию, но они все закрыты. И, в общем-то, поэтому я решила сюда приехать на Суко, на Кипарисовое озеро. Приехать решила самостоятельно. Указатель мне направо, нам с вами направо. Давайте посмотрим, что мы тут имеем. Уникальная роща из тридцати двух кипарисов. Клайна над озером, 5 беседки для барбикюра, балка на озере, катамараны, площадка для боезной регистрации, фото-зоны. Ну, я видела, что тут считается такая туристическая зона. Даже какие-то автобусики стоят, на которых можно покатиться. Ну, мы с вами пойдем пешком. Ну, так вот, о чем я. Я решила сюда приехать своим ходом. Можно было поехать, конечно, на такси. Вот, но что-то я подумала, почему бы мне не поехать на автобусе. Автобусы здесь такие ходят, знаете, пазики. Такие старые-старые пазики. И ехать сюда, ну, час, час ехать без пробок, правда, но час. Вот, и, ну, судя по всему, еще к курортному сезону не готово. Не готово озеро кипарисовое, поэтому, может быть, сюда экскурсии не возят. Вот, здесь какие-то стройки идут. Не знаю, ну, раз уж приехала, то мы, конечно, с вами дойдем. Ну, что я могу вам сказать, народ мне попадается. Не знаю, попробую сюда, что ли. А вдруг не сюда. Ну, ладно, пойдемте. Приехали, так будем гулять. Народ мало. Прошли две семьи с детьми. Ну, возможно, они приехали на машине, не знаю. Вот. Так что, я не знаю, у меня такое двоякое мнение о своем отдыхе. Что-то я говорю, что я даже два дня не могла собраться и нормально вам показать город Анапу. Ну, давайте сейчас не будем про город Анапу. На выходные было очень много народу с детьми. Ну, а я, ну, если честно, я не люблю снимать вот там. Что там? Что там? Сейчас посмотрим. Что-то там. То, что лягушки квакают, я слышу. Не знаю, слышно вам или нет. С детьми народу очень много и неудобно снимать детей. Сами понимаете. Вот. Поэтому, ну, может быть, сейчас разъедутся. Вот. На выходные дни, может быть, поменьше будет народ. Потому что, ну, в принципе, в принципе, для меня есть что посмотреть в Анапе. Я не могу сказать прям, что ах. Но. Можно посмотреть. Есть какие-то места. Ну, давайте не будем об Анапе. Давайте мы с вами. Мы приехали в Суко. Про Анапу будет уже, когда я туда вернусь. Так. Это что? Парк. Парабрай сердце. Ну-ка. Подойдем. Так. Закрыто. Так. А здесь что? Так. Здесь собаки. Ага. Вход запрещен. Ну, значит, мы туда не пойдем. В этот парк. Ну, и не очень-то и хотелось. Какое-то, какое-то болото. Так. Идем дальше. Здесь как-то вот все это в горку, в горку. Насчет погоды. Жарко. Но сегодня сильный ветер. Вот прям силный. Возможно, в камеру это и слышно. А, там веревочный город. Африканская деревня. А народ идет вот оттуда. Так что пойдемте, наверное, скорее всего. А вот сюда сейчас заглянем. Что за африканская деревня. Ну, как-то здесь вот не знаю. Не так много здесь вокруг таких мест, куда можно отвезти туристов. И почему-то они в очень плачевном состоянии. Так, ну, вот такая дорога. Не знаю, слышно меня или нет, потому что ветер прям в лицо сильный. Ну, вот. Сейчас я вот туда поднимусь. И тогда еще вам покажу. А вот здесь африканская деревня. Все же хочется посмотреть, правда? Что тут за африканская деревня. Там играет какая-то музыка. Так, ну, давайте попробуем на обратном пути. Мы с вами дошли. Что мы здесь имеем? Беседки, кассы, зиплайн. Зиплайн – это по тросам над озером кататься можно. Бары, кипарисы, ярмарка, причал, туалет. Хорошо, что туалет есть. Так. Мы посмотрим, что здесь все. Вот здесь такое озеро. Я так понимаю, что здесь агары половить нельзя. Вот там знак. Здесь типо пляжа. Вон там бандерочки стоят. Сейчас мы к ней подойдем. Ну, мы с вами пойдем искать кипарисы. Если честно, я вообще думала, что зелени будет больше. Но все-таки, несмотря на то, что это черное море тоже, и климат здесь теплый, но из свечнозеленых здесь сосны. Пальм здесь практически нет. Банапия, наверное, здесь вообще их нет. Вот. Поэтому пока еще не все расцвело. Купаться здесь запрещено. Вот. Так все это выглядит. Можно покататься на... Ой, это не лодки. Это, знаете, чего это? Эти водные велосипеды. Вон там кто-то уже арендовал, поплыл. Как видите, много все закрыто. Касса не работает. Еще не сезон. Вот. По поводу зелени. Мы уж с вами поговорим, наверное, когда я буду в Анапе. Без кафе только чай, кофе. Чай, кофе. Эти велосипеды. Ну, возможно, летом, когда все это зеленое, это смотрит совсем по-другому. Ну, я приехала в апреле. Вот так получилось, что у меня отпуск в апреле, как каждый год. Поэтому все равно прикольно. То есть не сидеть в одном-дом месте, а приехать и посмотреть еще что-нибудь. Видите, еще даже не все на воду спущено, еще не все зонтики поставлены. Но есть надпись «Озеро». В Анапе в море стоит надпись «Море». Здесь стоит надпись «Озеро». Это для того, чтобы не заблудились. Чтобы не спрашивали, ну где же оно, ну где же. Вот оно, озеро. Есть беседочки. Там еще одна. И, конечно, вид красивый. Где-то сна. Что ходить. Вот это изера. Ну что-то поет. Продолжение следует... На берегу тоже стоят такие палаточки, чтобы можно было, наверное, пожарить шашлык. Да, там мангал стоит. Сейчас я вам покажу. Видите, там рядом мангал. В такую погоду, в принципе, можно приехать на целый день и провести здесь время. Особенно, если вы на машине, то почему бы нет. Здесь большой, большая такая беседка стоит. Я так понимаю, что мы еще там приближаемся к нашей цели и будем смотреть кипарисы. Там еще дорога идет, можно туда, я так понимаю, обойти. Нас с вами интересуют кипарисы. Сейчас мы их найдем. Я решила попробовать вот здесь пройти. Мы сейчас еще вернемся сюда. Просто там люди подошли и стоят разговаривать по телефону. Просто вот на фоне кипарисов стоят разговаривать по телефону. Я ушла, я не ушла. Давайте все-таки пройдем. Отсюда, может быть, туда я не пойду дальше, потому что туда дорога идет наверх. Возможно, возможно, можно подойти поближе. Но, как я поняла, туда проще подплыть, чем дойти. И поэтому люди берут здесь велосипеды эти водные. Так, ну, пойдемте вернемся на смотровую. Там и на лодках вон катаются. Так, сейчас мы с вами вернемся на смотровую. Здесь даже сделаны такие ворота. И еще раз подойдем. Ну, я не знаю, вроде люди туда пошли в обход. Но что-то как-то вот очень-то далеко там этот обход. Поэтому давайте отсюда посмотрим. Тем более они не зеленые, совсем не зеленые. 32 баллонники Бориса. Ну, я хотела сюда попасть. Я это сделала. Так что все замечательно. Ну, вот, в общем-то, и все. Ну, а что было ожидать? Ну, я думала, они хоть будут поближе. Ну, поэтому люди подплывают к ним на лодках, на водных велосипедах. Чтобы посмотреть их поближе. Ну, сейчас, наверное, это не имеет смысла. Они какие-то серые, не зеленые. Так что все. Идем с вами на выход. А еще в африканскую деревню попробуем зайти. Так, все. Я вышла на дорогу. Ну, народ все-таки есть, конечно. Кстати, вот на этом маленьком вот этом вот паровозике, как его назвать, автобусике маленьком, можно доехать сюда за 50 рублей. Вот. Ну, вот, по времени у меня заняло это вот на данный момент 2 часа. И сейчас мне час еще обратно на автобусе. Вот. Так что, конечно, если вы приедете летом в Анапу, скорее всего, здесь будет интереснее, конечно. Зелени больше. Но сюда нужно или с экскурсией, или на целый день. Значит, кроме этого, что здесь еще у нас есть? Рыцарский турнир. Это вот представление на лошадях. Есть тут недалеко замок Лирина голова. Кстати, туда тоже возят на экскурсии. Что еще здесь? Усадьба Пасечника. Я так понимаю, что туда завозят, когда вы приезжаете сюда. Опять же, с экскурсией. Так, африканская деревня. Это комплексы экскурсионно-туристические. Здесь театр. Яркое шоу проводят здесь. Там музыка играет. Ну, не знаю. Сейчас мы с вами попробуем туда спуститься. Ну, вряд ли там что-то мы сможем увидеть. Ну, по крайней мере, попробовать надо. Музыка там играет. Кстати, вот отсюда, вот с высокой точки, вот так эта дорога туда вниз смотрится. Слышно вам музыку? Это вот африканская деревня. Так, африканская деревня. Ну, я думаю, что музыка играет там, в ресторане. Ну, давайте попробуем туда все-таки. Хоть издалека посмотрим. Ну, я же не успокоюсь все равно. Мне же интересно. Пойдемте. Пойдемте.